Привет, друзья! С вами Раш Налинзука. Мы продолжаем прохождение игры Heavy Rain. Итак, в предыдущей серии мы познакомились с журналисткой. Ну, как бы, познакомились с Мельком, потому что мы смогли только поучаствовать в её ночном кошмаре. А сейчас опять заиграем за Итана Марса. Итак, среда, время 7.31, количество осадков 43 мм. Ну, видимо, около его дома столпились журналисты, видимо, или просто зеваки, я не знаю. Ну, скорее всего, журналисты. Представляете, как ему херово в этот момент. Так, письмо какое-то? А, это то письмо, которое он уже, по-моему, до этого приходил, но он его, по-моему, не прочитал. Или нет, прочитали мы письмо. Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но всё было тщетно. Их не нашли. Вот, это письмо, да, оно уже пришло к нему заранее, когда сын у него был дома, находился. Опа, а это что такое? Это ячейка, по-моему, код от ячейки. Номер ячейки и ключ там, может быть, видимо, где-то. Надо пойти и выяснить, что это за квитанция и что всё это значит. Ага. Так. Пока мы отсюда выходим, прежде чем выйти, надо осмотреться ещё, что тут у нас изменилось. Багажная квитанция. Это письмо может быть связано с исчезновением Шона. Надо показать его полиции. Когда я пришёл в себя, в руке была фигурка оригами. Такая же, какие находят на телах убитых детей. Я понятия не имею, как делаются оригами. Это картинка с ангелом на квитанции. Я где-то её уже видел. Так, стоп. А что там с окном можно было сделать? Чёртовы журналисты! Они просто осадили дом. Ну, точно. Мистер Марс! Мистер Марс! Мистер Марс! Так. Наверное, мы через них не пойдём. По-моему, там есть чёрный ход. Да, вот здесь вот. Да, вот его машина, да? Ну, отлично. Ну, здесь целую локацию создали ради того, чтобы мы просто тут где-то прошли. Так, а где пройти-то ещё? Я не понимаю, где-то калитка должна быть какая-то. А, просто перед... А, тут просто огорожены дворики у всех, но калиток нет, как таковых. Получается. Кажется, я знаю, откуда эта квитанция. Это письмо мне прислали не случайно. Это невозможно. Это не мог сделать я. Я бы никогда, никогда такого не сделал. А, не увидел. Чё, так даже не протекли, чтобы уехали. Они, наверное, не поняли, что это его машина. Такое бывает, друзья. А, понятно, фотография. Статуй. На вокзале. Так, у него что-то начинается какая-то паника. А, у него, видимо, после случая в супермаркете началась паника от ископления народа. Я должен... У меня нет времени. Я должен открыть эту ячейку. Камера хранения на другом... Я не смогу. Меня просто трясет. Я не могу. Давай, чё ж ты не сможешь-то? Чё страшного-то с тобой сейчас произойдет? В общем, мы идем к камерам, но тот конец. Ну, давай, давай, быстрее. Чё ж всё верю, идешь. Может, вернуться сюда попозже? Когда не будет толпы? Ну, конечно. Я не могу. Слишком много людей. Слишком много людей. Давай. Иди. Вперед. Попари свой страх. Избивни страху в глаза. Иначе ты никогда не спасешь своего сына. Чёрт. Я могу сейчас за хера к нему хпыриться сжимать. Так. Что такое? Что произошло? Офигеть. Вот это глюки. Папа. Папа. Проблемы с головой. Серьезные проблемы. Джейсон. Я не вижу, где этот шарик. Где-то здесь он был. Где он? Где он? Нет, он не в ту сторону пошел. А, во-во-во, сюда. Может, попробовать меньше людей задевать? Ну вот, и что теперь делать? Блин, капец. Ну куда он делся-то? Жопа. Жизнь! Я не знаю, вообще реально ли тут людей, как бы, задевая пара идти. Пап! Музыка. Музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Понимали журналисты? Ну что ж, пора взглянуть, что там в этой коробке находится. Как связана эта коробка с исчезновением Шона? Взял номер в первом попавшемся мотеле. Неужели это я положил в ячейку эту коробку? Не помню. Коробка в ячейке. Что может быть внутри? Ну все, давайте открывать. Под номерами все, смотрите. Первые оригами. Пистолет. Может сразу застрелится и конец игры. Для чего нам пистолет дали? Так, ну давайте посмотрим, что там за фигурка. Готовы ли мы проявить смелость ради спасения сына? Гараж и парковка Джо, 4988, Рузвельт Авеню, Лексингтон. Как видите, предыдущий папа не додумался развернуть фигурку оригами и не догадался, как ему можно было спасти сына. Вот тут видите. Так, а что тут? Чувак, можно почитать, да? Так, а тут флешка и мобильник. Наверное, флешку надо в мобильник ставить, скорее всего. Спасите. Папа. Шон. Где ты? Мне холодно. Папа. Папа. А что вы готовы пойти ради того, кто вам дорог? Пять фигурок оригами, каждая фигурка испытания. Награда за каждую букву. Из букв сложится адрес. Кстати, представляете, столько времени, если ребенка продержать в холодной воде, то там, наверное, себе все застудит вообще нафиг. Все ужин. Так, наверное, спрячем под кровать, чтобы никто не нашел. Так, он поехал вот к парковке, которую адрес был указан на бумажке. Что ж, на этом данная серия завершается, друзья. Оставайтесь на канале Игрофильмы, поддерживайте лайки. Мы встретимся в следующем выпуске. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.